Андрей Усачёв. Уборка. Глава из сказки «Жили-были ёжики». Когда закончился листопад, мама Ежиха решила устроить большую осеннюю уборку. Она стала мыть окна, а папе Вовке и Веронике дала задание убирать возле дома. — Посмотрите, зайцы убрали свою территорию. У хомяков ни сухого сучка, ни листика не найдёшь. — А у нас? — А у нас грабли сломаны, — сказал папа. — Ещё с прошлого года. — Проси у соседей, — сказала мама. Хома дал папе грабли, но перед этим пересчитал все зубья. — Грабли новые, — сказал хома. — Одна ручка и семь зубьев. Папа стал сгребать палые листья, а потом сносил в одну большую кучу. Но так как он был немного рассеянный, то всё время наступал на грабли. Когда грабли в третий раз дали папе полбу, он сказал. — Всё! — Не то, чтобы ему было больно, просто он боялся сломать зубья. И тут Вовке пришла в голову мысль. — Да ну их эти грабли! — сказал он. — У нас швабра есть? — Есть! — удивилась Вероника. — А зачем? — Мы с тобой сядем на швабру, свернёмся клубком, выставим иголки и будем собирать мусор получше граблей. Папе эта идея понравилась. Уборка пошла в два раза быстрее. Правда, новые грабли иногда чихали от пыли и соскакивали с палки. Но работали чисто и обратно бежали сами. Листьев получилась целая гора. Ежи решили устроить большой вечерний костёр. Папа отнёс Хоми грабли, а Вовка побежал в дом за спичками. Мама как раз закончила уборку в доме и дала ему вынести ещё мешок мусора. Папа хотел уже зажечь костёр. Как вдруг увидел в мусоре обрывки каких-то бумаг из старых газет. «Откуда это взялось?» спросил он. «Мама дала», сказал Вовка. Папа ужасно рассердился и побежал в дом. Оказывается, мама вытирала окна газетами из папиной подшивки. «Ты откуда это взяла?» воскликнул папа, возмущённо размахивая бумажными клочками. «Ну вот», сказала мама. «Я мусор из дома, а они в дом». «Это не мусор», сказал папа. «А моя библиотека». «Извини, пожалуйста», сказала мама. «Они валялись у тебя на столе, а мне нечем было протирать окна. «Но ты же знаешь, что я пишу медицинскую книгу «Лесная аптека», а в газетах сейчас печатают много разных народных рецептов». Счастью, хоть и помятые, все листья уцелели. И папа успокоился. Зато прибежала с воем Вероника. Оказывается, мама выбросила в мусор её красное бутылочное стекло. У Вероники было шесть драгоценных бутылочных стёклышек. Две зелёных, два белых и одно красное. И вот мама выбросила красное, самое ценное. «Ну хорошо», сказала мама. «Тогда я совсем убираться не буду. Зарастайте грязью по уши». «Было видно, что мама обиделась. Тут все стали уговаривать маму успокаивать её». «Если хочешь», сказал Вовка, «можешь выбросить хоть все мои игрушки и все мои стёклышки», подхватила Вероника. «И все мои рукописи», вздохнул папа. «Ты нам дороже». Мама улыбнулась и велела всем мыть лапы. А детям пришлось ещё вымыть животы и как следует причесаться. «Надо же было так перепачкаться», сказала мама. «Это потому, что мы были граблями», гордо сказала Вероника. «Отпирать». 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 Продолжение следует...